Наша пресс-конференция сегодняшняя посвящена торжественному открытию выставки «Дети в интернете». Выставка является частью одноименного образовательного выставочного проекта, который операторы реализуют при поддержке Министерства связи и массовой коммуникации Российской Федерации, Министерства образования, Фонда развития интернет и Лиги безопасного интернета. И прямо сейчас я хотел бы представить спикером сегодняшнего мероприятия. Это директор филиала МТС «Северо-Запад» Кирилл Александрович Дмитриев и директор Центрального музея связи имени Попова Людмила Николаевна Бакаритова. Слово прямо сейчас предоставляется Кириллу Дмитриеву. Кирилл, скажите, пожалуйста, нам о выставке и почему МТС ее организует. «Сразу слышим, уважаемые коллеги, добрый день. Я постараюсь вкратце рассказать о основных причинах и посылках к тому, что мы давно уже открываем. Есть две очень простые вещи, которые необходимо иметь в виду. Первое. Проектами интернета постоянно растут в России. По имеющимся у нас данным еще в сентябре 2011 года Россия заняла первое место, вышла на первое место в революции по количеству интернет-пользователям. Второй момент заключается в том, что, скажем так, аудитория интернета, она постоянно становится все младше и младше. По исследованию Фонда развития интернет, за 2011 год порядка 60% школьников первого третьего возраста 7-9 лет, то есть первого третьего класса, каждый день уходит в интернет. Ну и по нашей информации порядка 40% таких школьников регулярно сталкиваются с различным, скажем так, опасным содержимым и содержанием, грубостью, либо какой-то взрослой информацией, либо даже мошенничеством. Соответственно, по ссылке, если непонятно, мы считаем, что для того, чтобы проблему данную решать, что мы находим к этой проблеме проходить комплексно, а не только с точки зрения наших инициативных операторов, но и инициатив закладательных, различные технические ограничения, которые нужно вводить. Ну и, собственно говоря, я хотел бы сказать о той программе, которая реализует МТС, программа «Эта комплексная». Называется она «Дети в интернете». Соответственно, она из нескольких элементов. Элемент первый, собственно говоря, заключается в том, что мы еще в конце прошлого года запустили некие сервисы, которые ограничивают контент в сети, в мобильной сети. Эти сервисы называются «Родительный контроль» и «Анти-рюз». «Родительный контроль» — это опция, которая активируется родителям на обедом телефоне у ребенка, и там порядка 80 разных типов кибер-убросов таким образом выбираются. То есть есть ежедневно обновляемый список таких ресурсов, условно говоря. И, в принципе, мы считаем, что эта услуга достаточно полезная. Вторая услуга называется «Анти-рюз». Она работает подобным образом. Второй элемент — это, собственно говоря, та выставка, на которой мы находимся с вами сейчас. Это интерактивная выставка «Дети в интернете». Вы все здесь можете пройти по поводу руками, как это все работает. Выставка направлена на то, чтобы объяснить детям, что хорошего есть в интернете, что есть плохого и опасного в интернете, и каким образом данное опасности можно уйти отборить. Собственно говоря, третий момент заключается в том, что мы регулярно проводим, так называемый, «Уротка мобильной грамотности» или, по-другому они называются, «Уротка полезного и безопасного интернета», в частности, в Санкт-Петербурге. Мы начали данную программу в 2011 году, в апреле, если не ошибаюсь. И мы планируем, собственно, с данной инициативой ходить на комитет по образованию, чтобы данная инициатива была поддержана. Есть очень интересная интерактивная презентация, есть специальные интерактивные материалы, которые в рамках одного урока в школе позволяют детям очень понятно объяснить, что этот интерактив ждет и как избегать, скажем так, различных опасностей. Ну и буквально на восторге выставки. Выставка открывается в ржес на сегодня, родится до конца мграя 2012 года. Целевая аудитория – это дети начальных классов, скажем так. Хотя мы считаем, что родителям тоже будет интересно на них побывать. И, в принципе, вы все еще не посмотрите, выставка интерактивная, поэтому можно так посмотреть, но это просто все продаваться. Спасибо. Спасибо вам.